Добрый день! Сегодня очередная передача беседы о лидерстве. Я Владимир Шубин, ведущий, автор этой передачи, гость сегодня в студии Валерий Ермаков. И я хочу просто напомнить, что у нас не просто жанр интервью, где пришел интересный гость. Гость очень интересный. Но это у нас беседы. Это именно беседы о лидерстве. Мы делимся своими представлениями, опытом. И, в общем-то, у нашей передачи миссия, напоминаю. Мы хотим, чтобы все больше и больше людей выбирали для себя какую-то активную жизненную позицию. Верили в себя, ставили высокие планки, решались намного больше зарабатывать, сильнее себя реализовывать, влиять на свою жизнь. Владимир, спасибо, что пригласил. Всем тоже добрый день. Рад сегодня быть здесь вместе с тобой. Я очень хотел только еще добавить, что Валерий Ермаков, на мой взгляд, в нашем современном IT-бизнесе, такая фигура из разряда легендарных. Когда мы с тобой познакомились, ты был генеральным директором «Мегафон Поволжья». Да, дочерняя компания «Мегафон» на территории Поволжского региона. Я помню, что ты… Я помню, это была какая-то уникальная совершенно ситуация. Если в среднем «Мегафон» имел у своей региональной дочки 20% или сколько это долю рынка, ты в Поволжье сделал и держал, и увеличивал порядка за 50, под 60 даже бывало. Правильно я помню? Да, это правда. Это какая-то уникальная ситуация. И, ну вот, хоть дай знать, я много раз тебя про это спрашивал, много раз тебя разные люди спрашивали, но я думаю, телезрителям будет интересно. Потому что как вот, вот все в целом в среднем 20%, а тут под 60. Понятно, что это должно быть что-то. Вот давай про это что-то. Тогда действительно был такой уникальный момент, связанный с тем, что вообще «Мегафон» заходил третьим игроком на рынок. И мы изначально были игроком, который занимал малую долю на рынке. И, наверное, бы ничто в этой истории не предвещало никакого успеха, если бы в апреле момент не начали зарождаться какие-то островки лидерства. И я очень рад, что у нас это получилось в Поволжье, сделать такой очень мощный островок лидерства, благодаря которому «Мегафон» в целом поверил, что можешь стать лидером на этом рынке. И вот это очень важно. Потому что 10 лет назад «Мегафон» и внутри, и снаружи воспринимался как такой третий игрок на рынке. Без какого-либо потенциала стать лидером на этом рынке. И то, что по-настоящему главный результат, который мы добились, это то, что «Мегафон» стал восприниматься, и кем действительно стал, настоящим лидером рынка «Телекома России». Это очень важно. А теперь ответ на вопрос, что, собственно, произошло. У нас очень часто, когда такие вопросы задают, я уже привык в какой-то степени. Сначала нужно рассказать про некую стратегию, дальше нужно рассказать какие-то тактические шаги, дальше нужно рассказать выборную и правильную сегментацию. В общем, достаточно много такого бизнес-разговора, который в нашем обществе акцептуется как некая история понятная. Потому что если сразу начинать говорить о лидерстве без вот этого пласта, то воспринимается так, что, слушайте, погодите, какая-то у вас там хиромантия возникает, а бизнес-то где, почему все так получилось. И люди на самом деле правые, потому что, конечно, только действительно право было. И стратегия, были выявлены ходы, и были правильно выстроены там все процессы. Но я считаю, что это не получилось бы, потому что в этом плане мы ничем не отличались и не отличаемся от тех игроков, которые на рынке есть, существуют. Мы отличались только одним. У нас реально принципиально другой дух компании был. Мы другому просто верили. Так вот, собственно, самое главное, как я считаю, в этой истории заключается в том, что спасибо нашему твоему знакомству и спасибо тем тренингам, которые я у тебя прошел, я в определенный момент понял очень важную вещь. То, что я сам был заряжен на успех, и то, что мне очень важно было сделать компанию лидером, для меня это было просто очевидно, и я в этом уже жил. Но в определенный момент я осознал того, что я это хочу, этого мало. Важно сделать так, чтобы вся компания начала разделять. Важно, чтобы появились, как я их называю, апостолы, которые также по-настоящему разделяют и в это верят. Я потом даже термины ввел, и я сейчас его постоянно использую в своей работе, и даже сегодня работаю я уже в другой компании, крупнейший федеральный игрок компании Ростелеком. И сегодня Валерий вице-президент Ростелекома. Сейчас мы также делаем программу трансформации в рамках компании, и главный мой тезис, который я говорю коллегам, нам не нужно просто делать процессы, нам не нужно просто делать стратегию, нам нужно выращивать апостолов, которые будут верить, разделять наши принципы, наши идеи, куда мы идем. И тогда вот эти островки поддерживаем, потихонечку будем запускать все программы трансформации, это все будет находить в благодатную почту, тогда будет что-то меняться. Вот, Валер, тезис очень понятный. Любой, любой руководитель, любой работодатель, конечно, хочет, чтобы люди, с которыми он работает, чтобы они хотели, шли до конца. Вопрос, что ты зацепил? Вот я, когда приехал в Поволжье, я увидел людей, которые готовы работать вот реально с утра до ночи, и не мучаться от этого. Как, знаешь, многие говорят, мы там что-то, мы упахались, мы работаем до ночи. Они работали, понимая, что они делают важное дело, гордясь тем, что они делали. У меня было такое впечатление, что вот просто в этом месте собрались очень сильные, невероятно мотивированные, и вдохновленные люди. Ну, хорошо. Но люди везде плюс-минус одинаковые. Каким-то образом они так... Конечно, хорошо, когда удается набрать лучших на рынке, но очень часто мы имеем дело с кем есть. Ты как-то их вырастил, ты как-то их поддержал, ты как-то с ними разговаривал, ты как-то зацепил в них вот это их стремление. Может быть, большую цель. Я знаю, у тебя есть замечательная такая мысль и идея. Ты смотрел на бизнесы, на российские, на европейские еще. У тебя есть идея, что нашему человеку обязательно нужна какая-то такая сверхзадача. Может быть, из этой серии. Может, ты их мечты разбудил. Но у тебя реально люди работали. Ну, вот я здесь бы два шага бы сделала. Первый шаг заключается в том, что я, в принципе, понял, что в первую очередь зависит от меня. Для того, чтобы у людей появилась цель, которую люди начинают разделять, это в первую очередь зависит от меня. И дальше весь фокус направил в том, что мне нужно себе поменять, лично в себе, товарищи Ермакове, чтобы эту цель начали разделять. Потому что стало понятно, что просто приказом я это не донесу. Это надо людям пережить сейчас. Вот это очень важный тезис, потому что для меня вот это было, собственно, тем главным прорывом, который я внутри пережил 10 лет назад. Потому что все остальное, это уже проще, как мне кажется. Но это сейчас очень важно. Надо повторить. Потому что то, что ты сейчас говоришь, в сознании огромного количества людей, руководителей, это будет просто... Да. Это не сразу уложится. Обычно же наш подход какой? Если мы хотим что-то изменить... Мы просто говорим. Да. Давай делай. Или надо менять этих людей. Но чтобы что-то поменялось в людях, ты сейчас говоришь, да? Мне надо поменять себя. Мы же... Это приходит нам в голову в последнюю очередь. Мы всегда хотим, чтобы что-то жена в себе изменила, дети поменяли, подчиненные поменяли, начальники стали другими. Мы незыблемы. Ты сейчас говоришь вещь, невероятно важную, на мой взгляд, для людей. Ты хочешь, чтобы там были изменения? Ты хочешь, чтобы там люди очнулись, проснулись, стали какими-то другими? Да, поменяй себя. Меняй себя. Меняй себя. В эту же сторону. И в этом плане у меня появился такой хороший пример, который я каждый раз, когда мне нужно что-то сделать так, чтобы человек принял, у меня в голове появляется. Он, может быть, не совсем имеет никакого отношения к лидерству. Это представляешь, что ты приходишь в театр. Что тебя встречает? Гардероб. Да. В гардеробе там тебе помогают одеться, раздеться. Вот есть два типа гардеробщиков. Один, когда тебе помогает одеться, он тебе просто бросает одежду на стойку, и ты дальше сам все забираешь и мучаешься, особенно, когда зимой у тебя много одежды, ты пытаешься как-то всем удержаться, потому что там очередь и так далее. А другой аккуратненько подает тебе такая одежда, твою пальто таким образом, чтобы ты совершенно незаметно истез для себя в него там входил, дальше подает тебе шарфик. И, в общем, это происходит очень максимально комфортно. Он постарался сделать так, чтобы тебе это было комфортно и удобно. Для меня это вот та аллегория, которую я постоянно использую. Мне нужно сделать так, чтобы тебе или другому человеку, который я хочу, чтобы он разделял мои идеи, мои принципы, мои подходы, мои цели, ему это было по-настоящему комфортно, он действительно принял и сказал, да, мне это классно, мне это удобно. Я не должен ему швырять свою идею просто вот на эту стойку из понимания того, что набери там, давай иди работай. Так не бывает. Да, это понятно. Это так не бывает. Это первая вещь, которую я в себе очень серьезно трансформировал, потому что это дальше привело к тому, что перед тем, как начинать помогать человеку, надо сначала его выслушать. Реально нужно человека слышать. Потому что есть вещи, потому что надо понимать, что каждый человек живет в какой-никой парадигме. И в этой парадигме он там давно существует. То есть, если ты хочешь влиять на его картину мира, тебе надо как минимум эту картину мира, его понимать, соединиться и понять, где что. Абсолютно. И потом тогда ты начинаешь на это постепенно влиять, трансформируя, и влияя на то, чтобы его картина мира менялась. Как только она поменялась, он начинает твои цели разделять. Вот это, я считаю, самая главная трансформация, которую для себя я там сделал. Это все происходит через меня. Если хочу, чтобы человек разделял мои цели, меняться в первую очередь нужно мне. Самое интересное, что исключительно индивидуальная история. Здесь нет такого, что, знаете, какой здесь такой универсальный рецепт, для того, чтобы там вот на всех как-то может работать. Потому что люди разные. И это очень хорошо там меня, в первую очередь, развивает, потому что я понимаю, каким мне нужно быть, чтобы можно было действительно делать так, чтобы люди разделяли те идеи и принципы, которые для меня важны. Причем, Валер, обрати внимание, да, вот для того, чтобы человек к тебе пришел, и чтобы он поделился своей картиной мира, что он хочет, чего боится, во что верит, какие у него мечты, какие цели. Тут же требуется одна фундаментальная вещь. Это надо, чтобы он тебе доверял. Потому что, если он тебе не доверяет, что он будет делиться? У нас не очень принято прийти к начальнику и делиться с украинцами. Вот, а это тоже очень важная тезис, да, хорошо ты его поднял. Я для себя определенное времени, причем, кстати, даже для нашего знакомства сформулировал очень интересный принцип. Я вдруг в какой-то момент времени понял, что я могу строить отношения, при которых мы друг другу можем доверять. То есть, понятно, что мы живем в мире, где все друг друга обманывают. Это даже в какой-то степени норма. Но самое интересное, что мы можем вот точка-точка всегда выстраивать отношения, где будет все честно, доверительно, и не будет лжи и обмана. И это исключительно зависит от меня. И более того, в этом атмосфере, скажем так, непрозрачности и обмана люди очень ценят, когда есть такие вот островки, где можно быть абсолютно честными, доверительными, когда на тебя можно положиться, когда ты точно исполнишь свои обещания, даже несмотря на то, что тебе стало это неудобно в какой-то момент времени. Так вот смотри, это и означало, что то, каким тебе надо было быть, стать, и наверняка ты во многом это и так делал, но что-то пришлось еще вкладывать, чтобы люди захотели, чтобы люди стали с тобой делиться, им же надо понимать, что от того, что они поделятся, им будет лучше, а не хуже. Им надо понимать, что тебе это, ты не просто там статистику собираешь, а тебе это важно, потому что их цели важны тебе. А здесь мы приходим очень важному тейлицу. И тогда это тебе пришло... Это подход исключительно не механистический. Я вот про себя это все говорю. Если ты сразу смотришь на человека с пониманием того, что ну-ка тебе мне расскажи, а я там подумаю, какую тебе пилюлю надо выписать, это неправильный подход. Или давай-то поделись своим сокровенным чем-то, что для тебя важно там и что тебе по-настоящему нужно, и при этом ты не очень-то человека там ценишь, любишь, и тебе очень не важен, тоже не работает. Здесь очень важно внутри по-настоящему каждого человека любить. Конечно. Это вот как только ты подходишь к человеку, вот я скажу слово, с любовью, реально с любовью. Нет, я очень... Реально человека любишь. Это не просто там, знаешь, там вот здесь какие-то такие наборы мультипулятивных приемов, там ты его там используешь, люди же чувствуют все это. Я представляю. Либо ты идешь сердцем с открытым, либо ты идешь просто потому, что там хочешь панипулировать. Так не работает. Тебе человек должен по-настоящему не то что нравится, ты должен любить таким, как он есть. И тогда у тебя будет все получаться. Я представляю себе такое объявление по компании. Завтра в три кабинета к начальнику с мечтами. Все. Формат такой-то. Я помню, когда мы работали на Волге, мы каждый год начинали с того, что первый рабочий день нового года начинали с того, что проводили совещание, на котором не было докладов, на котором не было заслушанных каких-то рабочих вопросов. Мы каждый представляем то, о чем мечтаем. как в производственном плане, так и в личном плане. Это был очень важный, на мой взгляд, такой механизм, когда мы мечтали без ограничений и когда мы ставили цели какие-то невероятно сумасшедшие. И самое интересное, что большинство этих вещей сбывалось. В этом звучит как некая магия, но на самом деле мы просто давали возможность всем нашим внутренним устремлениям реализоваться. И здесь вот как раз мы приходим к тому, с чем мы начали разговор. Что было то, че люди начали разделять? Я верю в то, что русскому человеку в силу определенных исторических особенностей очень важна реально великая цель. Не просто, знаете, мы вырастем на 10%, или мы станем чуть побольше, или капитализация достигнет чего-то. Русскому человеку нужна реально такая масштабная цель, чтобы рядом просто ничего не стояло. Чтобы дух захватывало. Так вот, мы в определенный момент пришли, и я пришел к тому, что нам нужно поменять реально восприятие внутри компании, потому что в тот момент Мегафон был третьим оператором, и все понимали, что мы, скорее всего, будем таким аутсайдером. И мы сказали, нет, мы должны работать в компании, которая станет безусловным лидером на рынке. Не там на пару процентов, не на там 10%, а так, чтобы просто вот было понятно, что альтернативы Мегафону просто нет. И мы стали раз за разом культивировать историю маленьких побед. Любая победа была показана, демонстрировалась как победа в том, что мы идем на правильном направлении с навестным оператором, которым можно гордиться. И постепенно культура гордости за компанию, в которую люди работают, начала проникать. И стали оставаться те люди, которые действительно по-настоящему в компанию верят, хотят гордиться, для них это по-настоящему важно, потому что это культура, как и, что тоже очень важно, потребовала от людей немножко другой самоотдачи в работе. Потому что одно дело, когда ты работаешь просто за деньги, потому что есть процессы, которые ты должен исполнять, и с тем другое дело, когда ты просто делаешь, потому что тебе это важно и близко. Этих людей было сразу заметно. И они стали те людьми, которые, как я называю, апостолы, и эти стали люди, компании по-настоящему двигать, менять восприятие. Это, на мой взгляд, был главный результат, главный драйвер, почему произошли такие результаты. И здесь мы приходим к очень важному моменту. Потому что у нас в России в целом, в российском бизнесе отношение к людям больше такое механистическое. У нас много говорят по поводу KPI, много говорят по поводу процессов. У нас при этом очень часто на уровне такой обычной мантры говорится «Люди – это наше все», «Люди – наш ресурс». Но при этом то отношение, которое люди видят, они понимают, что, в общем-то, это больше некий такой материал, который используют для достижения целей. А вот люди могут поверить только через идею. Нужна первая идея. Второе – нужно действительно поддерживать тех сильных людей, которые по-настоящему в это верят. И главное – самоотверженно. Тем самым ты выстраиваешь правильную модель внутри компании. И действительно дать запускать все процессы, чтобы все это было поддержано. Вот ключевые вещи. Так вот, мы в определенный момент начали даже ставить себе внутренние KPI, по которым мы стали себя смотреть не только в рамках побложья. Начали смотреть следующий этап в рамках России, а в том, в определенный момент начали смотреть в рамках мира. То есть понятно, что там с точки зрения базовых показателей, как выручка, это сложно делать, но каких-то отраслевых KPI можно было показывать. В определенный момент вы обнаружили, что мы стали лучше работать с точки зрения эффективности, чем даже японские операторы. И мне было очень приятно в определенный момент это анонсировать для всей компании, сказать, ребята, слушайте, мы действительно правильным направлением идем. Что я же не говорю про Россию, я говорю про самые развитые страны. Но вот по этим KPI, которые мы действительно можем точно на это влиять, мы опережаем этих операторов. Значит, мы реально можем. И здесь тезис заключается в том, что у нас очень часто у русских есть такое внутреннее ощущение, что мы это не сможем, это не мы, это не знаю, немцы, кто-то еще там, японцы. Не правда это? Мы можем реально делать такие вещи, которые никто в мире делать не может. Надо просто в это подозначить поверить. Это у нас все абсолютно получится. Как только мы добились свои цели, мы стали абсолютным лидером в рамках нашего региона, мы обнаружили очень интересный феномен. Соключается в том, что в остальном-то мире ничего не поменялось. Ну да. Нам приезжали в Москву, нас смотрели, говорили, слушай, что у вас там в Поволжье? Вы там лидер? Ну, в Москве же понятно, здесь никто не обращает внимания, что происходит там на Волге, в Сибири, там на Урале, там этот город живет там своей жизнью. Ну, не только этот город, там Санкт-Петербург, понятно. Так вот, стало понятно, что вообще надо влиять в рамках компании. Это стимулировало уже процессы, когда просто люди из компании начали выезжать за пределы региона, ехали в другие дочерние компании Мегафон, брали на себя ответственность, чтобы что-то менять. Ведь это тоже, вы смотрите, это же... Я даже могу сказать, что за все эти годы более ста человек из Поволжья, это на самом деле очень много, заняло топ-руководящие позиции в рамках Мегафона. Причем самое интересное в этой истории заключается в том, что мы в определенный момент даже как-то пощутили, что это не всем в рамках Мегафона нравится. Потому что очевидно, что вот за всей этой красивой историей, которую мы сейчас обсуждаем, есть немножко другая история. Есть история такой некой средней массы, которая не очень хочет меняться. И когда появляется вот тут активная данная ситуация, мы искали, слушайте, подожди, ребят, хватит сидеть-то. Тут еще немножко шаг в сторону. Вот мы могли бы оставаться третьим игроком, спокойно сидели бы, у нас все было бы нормально. Это не прибавило никак с точки зрения доходов, с точки зрения такой компенсации. Это просто прибавило очень много работы. Хлопот лишних, беспокойство и риск. Да, то есть мы так спокойно ползли бы, ползли бы, и все было бы нормально, и финансы были бы устойчивы, и все было бы замечательно. И тут мы начинаем говорить, погоди, надо делать больше гораздо, чем ты можешь сегодня делать. Это вызывало в определенном этапе такое, ну, разные противоречивые отношения, и мы сразу были к этому готовы. Лидер должен быть готов к тому, что в первый момент то, что он призывает, может не нравиться, может быть не одобряться, может даже и в какой-то степени пытаться обесцениваться. Конечно. И здесь вот нужна вот такая хорошая настойчивость, чтобы все это преодолеть. То есть люди должны быть бойцы, поэтому очень важно, когда мы внутри компании выращивали людей, очень важно обращали внимание, чтобы у людей были бойцовские качества. Потому что принцип был очень простой. Пока ты ходишь здесь внутри, здесь все разделяют твои принципы, тебе легко. Завтра такая же среда, где тебе надо будет менять, и ты уже тот же апостол. У тебя должна быть сила, у тебя должно быть терпение, у тебя должна быть настойчивость, у тебя должна быть вся внутренняя мотивация, главное, любовь, к чему ты делаешь, с тем, что у тебя все получилось. Иначе ты просто сломаешь. То есть людей надо будет вовлекать, как мы уже в самом начале говорили, это же не просто, он приехал в новое место и толкнул правильную речь, искал правильные слова. Это опять же, этих людей надо тоже будет понять, услышать, понять их картину мира, понять их опасения, их сомнения, почему нет, почему боятся, на что не идут, какие пределы в голове, присоединиться, надо будет зажечь их мечты. Потому что если люди не мечтают ни о чем, с чего вдруг они, они же привыкли быть такими и работать так, как они привыкли. Мы сейчас в рамках Ростелекома запускаем одну новую историю. Да, да, вот обязательно расскажите. И мы просто сейчас видим, как по-разному все воспринимается. Я сейчас несколько цифр назову, а не может быть аудитории ничего говорить не будут, но в целом это будет очень показательно. Вот в мобильной связи очень часто используют так называемая агентская схема. Когда нанимают некого студента, дают ему там какое-то количество сим-карт, он уходит на улицу и их продает. Примерно какая-то средняя норма для студента это за месяц 100, 200, 30 сим-карт, вообще не напрягаясь, как так спокойно работать. А этот жанр еще существует? Ну, сейчас как бы уже все меньше и меньше, ну, вот в мои времена это достаточно активная такая была дилерская схема, которая использовала продажи через агентов. 300 сим-карт вообще это не вопрос. Вот сейчас мы запускаем мобильный виртуальный оператор вместе с Теледва и начинаем ставить цели там с филиалах. Приезжаем филиалы, говорим, давайте будем запускать совершенно новую услугу, по сути дела также продажи сим-карт, и говорим, сколько можем сделать? И дальше люди говорят, за месяц, может быть, максимум сделаем, 50. Причем, заметь, это не один студент, это вообще весь огромный филиал, который говорит, мы говорим, а почему 50? Может быть, 100, 200, погоди, он говорит, да нет, 50 это уже много. Это просто яркий пример вот тех ограничений, которые люди сами себе ставят и говорят, да нет, невозможно. И когда, это же невозможно даже сказать, слушай, погоди, вот студенты на улицах продают гораздо больше, получают за это свои какие-то небольшие деньги в плане компенсации, мы же можем гораздо больше все эти пределы ограничения в голове. Поэтому очевидно, что прийти и сказать, ребят, это не работает, давай все по-другому, ну, те не поверят. Поэтому, на мой взгляд, цемправильный подход заключается в том, что нужно помогать людям очень быстро достигать тех потолков, которые они сами себе поставили. Поставили 50, хорошо, теперь нужно очень быстро сделать так, чтобы достигли эти 50 продаж ежемесячных. И сказать, можешь, можешь, давай дальше, теперь давай 100. Это такой постоянный атернационный процесс, который с людьми нужно проходить. Это не просто, как ты пришел там, бросил и убежал. А это нужно постоянно быть в контакте с тем, что что-то происходило. И поэтому мы сейчас пришли к тому, что мало просто поставить цели и сказать, ребят, давайте бегите. Мы теперь еще делаем так называемые мобильные десанты, когда люди там приезжают, находятся там, постоянно помогают все это выстраивать, чтобы люди наконец-то поверили в свои силы и начали поднимать планку выше, выше и выше. И в определенный момент я надеюсь, во время того, что они планку уже сами себе будут ставить. И нам уже не нужно будет помогать им ставить планку, нам нужно помогать и будет просто поддерживать, чтобы они дальше бежали сами. Вот это же верх, на самом деле. Ну вот интересно, да, потому что мне кажется, что в нашем сознании, в таком, в массовом сознании, ну тех, кто что-то про Ростелеком знает, думает и слушает, ну Ростелеком, ну такая махина, такой, да, большая государственная компания. Большая, со всеми соответствующими атрибутами, плюсами и минусами. И я знаю, что сейчас вот ты пришел и несколько человек еще пришло, и вы как-то там все это дело, не знаю, вдохновляете, оживляете, стараетесь. Как это вообще получается? Я считаю, что Ростелеком сейчас сложились звезды над головой, поскольку Ростелеком сейчас новое руководство, которое уже несколько лет компанию возглавляет и которое действительно заинтересовано по-настоящему церсформацией компании. Поэтому главный фокус, который мы обсуждаем на всех наших внутренних совещаниях, это церсформация, преобразование, изменение оператора, уход этот в статус государственного оператора со всеми там вытекающими атрибутами. Это, на мой взгляд, очень сильный заказ, который внутри компании существует. Это очень важно. Понятно, что существует другой пласт, в компании существуют десятилетия, в ней уже много что сложилось и в компании очень много людей, которые живут в неком таком размеренном, спокойном режиме. Но очевидно, что не вовлекая, не меняя людей с точки зрения их отношений, еще тоже происходить не будет. Поэтому здесь опять фокус, как мой тезис, надо менять, в первую очередь, себя, каким тебе нужно быть, чтобы с этими сделать так, чтобы эти люди начали разделяться. на те же базовые принципы, о которых сегодня... Потому что от того, что ты поменяешь, глобально же ничего не поменяется, потому что даже если ты берешь, поменяешь этих всех людей и возьмешь там новых, что поменялось-то? Просто у этих есть истории, у этих истории нет. Все же они должны разделять. И сегодня придется тот же самый путь пройти. Это просто неизбежно. Но учитывая, что Ростелеком это огромный механизм, который работает 150 тысяч человек, ты не можешь всех поменять. Это истинит правильный подход этого влечения. То есть, Валер, я опираться на те же самые идеи, которые у нас сегодня звучали. Я, с вашего позволения, просто повторю некоторые базовые вещи, которые... Ну, то есть, здесь тонкий момент. Люди, когда смотрят передачу, конечно, кто-нибудь всегда в надежде, что какой-то магический прозвучит секрет, сейчас тебе скажут какую-то конкретную вещь, и ты ее запомнил, и после этого ты побежал и стал лидером. Ну, конечно, это не так. Но некоторые вещи, о которых мы говорили с Валерием, я хочу просто повторить, потому что, мне кажется, они реально ключевые. Они могут для кого-то звучать странно. Вот делать хороший большой бизнес, помните, о чем Валерий говорил, нужно любить людей. Такая, казалось бы, категория, не всегда так соединяющаяся в сознании. Хочешь большого бизнеса, хочешь большой истории, большой игры, надо любить людей. Номер два, хорошо бы решаться на большую игру. Номер три, хочешь каких-то изменений снаружи, меняешь себя. Для того, чтобы люди открывались, захотели, поверили, надо самому открываться, надо самому доверять, надо самому быть примером для них. И номер четыре, о чем мы тут говорили все время, это вовлечение. Вовлекаешь людей, не сдаешься, вовлекаешь. И это постоянно. Это нельзя делать одноразово, это постоянно. И это, в общем, задача любого руководителя, правильно? Потому что иногда руководители вообще этим не занимаются, им кажется, что все остальное важнее, чем люди. Спасибо большое всем за внимание. Настоящих буйных мало, мы эту передачу делаем для того, чтобы было больше. Всем спасибо. Валер, спасибо большое. Спасибо, Владимир.